Каждый человек, независимо от состояния здоровья, имеет право на свободное передвижение с учётом своих нужд и потребностей. Для здорового человека это воспринимается как данность. Но справедливо, что инфраструктура города, его объекты, общественные места и транспортная сеть должны быть продуманы, в том числе, с учётом людей с инвалидностью. В городе Бресте у нас прозывает чуть больше 16 тысяч инвалидов. Из них это 1400 дети-инвалиды. Большое количество инвалидов, имеющих первую группу, это инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это 1390 человек. Из них где-то порядка 375 человек, это у нас именно на колясках, инвалиды-колясочники. Также у нас 340 в городе проживает инвалидов по слуху. И порядка где-то 1200 инвалидов по зрению. Поэтому категория граждан, которые нуждаются именно в создании безбарьерной среды, у нас значительная. У нас в 2001 году была принята государственная программа социальной защиты на 2021-2025 годы. И под программу номер 2, это доступная среда для инвалидов и физически ослабленных лиц, в ней содержатся мероприятия, именно по улучшению условий жизни для такой категории граждан. Найти нужды из городского бюджета в прошлом году было выделено более 97 тысяч белорусских рублей. Проделан большой объем работ. Мы выполнили по пяти объектам. Это по заявлениям именно жителей города Бреста, которые либо стали инвалидностью, либо не могут выйти. Были выполнены, оборудованы пандусами, условиями безбарьерной среды, жилищный фонд. Кроме того, нашим коммунальным предприятием Брест Кидеп у нас было выполнено порядка 1460 квадратных метров плитки тактильной. Вы знаете, Мицкевича и Орджоникидзе. Две остановки на Мицкевиче, Орджоникидзе были оборудованы речевыми электронными информаторами. В течение прошлого года велась системная работа по понижению уровня бордюров. Такой реновации подверглись 105 пешеходных переходов. Предприятием Брестский общественный транспорт было закуплено 7 автобусов, 8 троллейбусов и 1 электробус с функцией наклона кузова при посадке-высадке пассажиров. Для территориальных центров социального обслуживания приобретено два лестничных подъемника. Заказать их можно по телефону абсолютно бесплатно. Кроме того, есть в нашем городе предприятия, которые создают безбарьерную среду за счет собственных средств. Среди них и Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. При разработке программы мы учитывали все требования, которые необходимо было соблюсти для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом, для инвалидов по зрению. В основном это были все работы связанные внутри здания, создание путей исследования для лиц инвалидов по зрению. Мы дополнительно изготавливали таблички с шрифтом Брайля, мнемосхемы, установили три речевых информатора, кнопку вызова на улице. И на улице мы сделали тактильную плитку на лестнице. На все эти мероприятия мы затратили 12 тысяч рублей. Люди с нарушениями здоровья не должны становиться заложниками обстоятельств из своей квартиры. А для разрешения данной проблемы в 2022 году из средств городского бюджета выделено 207 тысяч белорусских рублей. Планируется закупка еще двух лестничных подъемников, реновация пяти объектов жилищного фонда по заявлениям граждан, адаптация трех объектов торговли и двух объектов учреждения образования.